Новосибирские экстремалы помогают румынам достичь полюса холода. На подготовку автомобиля трансильванских путешественников ушло два дня, а пока гости коротали время, они познакомили сибиряков с блюдами своей национальной кухни. Подробности у Константина Клещина. Даже сибирским автоэкстремалам затея румын видится авантюрой. Шутка ли? Зимой, давай мейкон. В Якутию, на полюс холода, где температура за минус 60 бывает. Но гости на редкость целеустремленные. Крутить пальцем у виска им бесполезно, говорит механик Сергей. Лучше подкрутить гайки в их автомобиле, чтобы был готов к старту. Был установлен подогрев топливного бака, топливной магистрали, топливного фильтра, это электрические обогревы. Был установлен дополнительный сепаратор для дополнительной очистки топлива, который также снабжен обогревом. Также дополнительное лобовое стекло установлено будет. Ну, стеклопакет сделан. Сибиряки взяли на себя и еще одну заботу. Найти прибор для фиксации аномальных температур. Оказывается, это непросто. В магазинах нет портативных метеостанций, чтобы мерили ниже 40 градусов по Цельсию. Единственное, что мы нашли, чем им помочь в этом, это вот термометр для специспытаний нефтепродуктов, который диапазон рабочих температур имеет от минус 80 до плюс 60 градусов. Тем временем гости из Трансильвании супруги Бертичи, Атила и Кинга угощают сибиряков румынскими блюдами. Кинга – преподаватель поварской школы. А так как живут супруги на границе с Венгрией, то кухня соответствующая. Например, в ней есть мадьярский гуляш. Я немного запуталась. Здесь много тайской, азиатской и ирландской кухни. А я хотела попробовать русская, аутентичная. А как бы румынская кухня здесь прижилась, я даже не представляю. Супруг Атила возглавляет румынский экстрим-клуб. В прошлом году одолел путь от Владивостока и обратно. На очереди Якутия. Я авантюрист. Живу один раз. В прошлом году я путешествовал с сыном до Владивостока. После поездки у него горели глаза. Он был невероятно счастлив. Я плакал, потому что видеть это в своей жизни дорогого стоит. Сегодня гости покинули Новосибирск. Впереди Оймекон. И уже новые планы на путешествия по России. Константин Клещин, Александр Едерников. Новости ОТС.